Ну что, как и обещал, пойдем к Мулан. Я приготовился, взял с собой несколько гуандао, оделся вот так вот по праздничному, и даже минимум к этому добавил два фэнскара. Если все пойдет не так, то фэнскары нас выручали всегда, везде и постоянно. Ну а вы, ребят, не забудьте поставить свой лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Тем ребятам, которым интересно пообщаться, могут зайти в телеграм-группу. Она в описании тоже существует, и очень прикольненько там ребята находят общий язык. Итак, давайте, ребят, посмотрим, что я могу. Я могу взять уже приготовленный заранее рис. Кстати, не сильно здесь тратится дрова. Взять также уже выращенную мною вот эту вот штукенцию, тоже стебля риса, и, в принципе, без особых проблем закинуть их сюда же, готовится, потому что нам нужно побольше. Побольше риса готового, побольше, естественно, опыта у старика. Я пришел сюда не просто так, а для того, чтобы сразиться с Мулан и вот такими вот мужичками. Надеюсь, что вам тоже будет интересно. Ага. Эй, ты чего меня бьешь? Ну, первого мужика воин луны просто разлетается на изи. Выходить вообще-то нельзя из этого. Промо, хорош. Я уворотчик. Таня, пацан, ну ты с луком, вообще у тебя вариков никаких не было. Что такое? Два кулачных мужика. Два мужика. Ученики воина. Мимо. Что мимо? Где мимо? Я вас просто валю по... Что? Вам мимо, да? Ну, сейчас я возьму мимо. Мимо, ё-моё. Что мимо, а? О, воин. Вот это, конечно, уже посерьезней. 23 урона, кстати. Это вам не шутки. До свидания. Фэнскар делает ветер. Ты чего меня бьешь-то? Ну, ладно, Мулан. Гори... Ух ты, с чего она уворачивается? Арбалетом наваливает. Ты шо какая-какая? Я вам скажу, что с ней сразится. Это вам уже не в тапки. По-маленькому ходить. На, уворачивается, хилится. Та ты шо? Как раз для Фэнскара будет нормально. На, держи. Ооо. Ну, давай, в следующий раз подготовься получше. Я возьму ещё один Фэнскар. Так, что мы имеем? Открывается, когда пройдёшь испытание Мулан. Да, отлично. Я прошёл ты искусственный боец. Забери награды с нашего манекена. Итак, манекен. Хо-хо-хо. Один! Один всего лишь ящик? Ты серьёзно? Но зато могу вот такую вот интересную Ян Юэдау брать. Надеюсь, что выпадет что-то с этого. 40 семян дадут зато без возмезы. Вот, но... Итак, 40 семян, как я и хотел, посадим сегодня, чтобы всё росло. Угу. А купить можно? Подобные ящики ещё и купить можно. Без особых проблем. Набор Восточного Воина. Круто. Я надеюсь, что наборы Восточного Воина вас заинтересуют. И откроем их несколько. Тоже. Ооо, отдайте... Так, чтобы сразу же сразиться на арене. А где это брать? М-м-м... Древняя реликвия. Золото Воина. Ну, хорошо. Давай посмотрим, можно ли купить эту тему вообще. Так. Можно купить яблоки в карамели. А вот и оно. Вот то, что можно купить за целых 59,99. И сразу получить целых 5 вот таких вот крутых слитков. И также и монеты, и вкусняшки. Блин. Приятно. Недорого. И очень приятно. Очень круто. Дальше. Интереснее. Потому что дальше откроется позже. Достичь 45 уровня репутации. Чтобы у нас всё пошло очень хорошо. А что, я думаю, у нас хорошо пойдёт? Да всё что угодно. Подожди. Семинарица что, нам отправились на почту что ли? Та-да. Нормально. Нереально. Сейчас мы это всё рассадим красивенько. Я думаю, что даже к гадалке не ходи. Раскинем по 10 семян в каждое. На этом видос не заканчивается. Я хочу выйти ещё и в провиант. Что такое провиант? Наверное, рассказывать нету смысла. Ну и мы сейчас это всё сделаем. Так. Где дедуля? Дедуля? Дедуля. Как пройти в библиотеку? Вот оно что. У меня всего лишь пятый левел. Для того, чтобы поднять себе левела, нужно закидывать сюда всякую и всячину. 14 риса маловато. А вот эти вот яблоки, это то, что нужно. Итак, мужичок, что ты нам там сегодня даёшь? Забираем чуть-чуть кожи. Начальные награды очень и очень-таки слабоваты. Ну а с провиантом зачищенные локации должны дать нам достаточно приятные бонусы. Так. Тут вроде бы на этой локации больше ничего нету. Никаких взаимодействий мы делать не сможем и не можем. Но самое главное то, что мы... У нас рис выращивается. Всё красиво, симпатично растёт. Короче, дело к ночи. Вот это всё. Кстати, семена... А, всё-всё, понял. Мол, ящик какой-то. Вылетаем на глобальную карту и теперь мы воспользуемся провиантом. Именно ради него можно, конечно, постараться. Я сейчас зачищу локацию. Посмотрим, что она нам... Ага, вот и предлагает нам набор мулан. Отлично. Но меня интересует вот что. Автопрохождение. Кстати, можно обновить за 15 2 из 2 раз. Для того, чтобы пойти ещё раз и ещё раз сразиться с крутым нианом. Посмотрим. Я думаю, будет интересно. Проходим. Нам даётся не слишком много. Ну и не так уж мало, как хотелось бы. Итак, проходить можно целых 5 раз. 10 провианта, конечно, многовато. Ну, а что ты сделаешь? Вот такие вот пироги. Всего лишь навсего там далось несколько приятных бонусов. Что у нас далось? 21 чашка риса. Сходу забираем. Забираем стебли. Потому что мы... Да, конечно, с матом так-то звучит. Ну и, конечно, бонусы, которые там поприлетали. Сейчас мы залетаем назад в локацию. Кстати, эту локацию можно с провиантом лупить или нельзя? Тоже хотелось бы проверить. С провиантом тайный сад не пройдёшь. Поэтому нужно возвращаться назад и, естественно, удовлетворить требования нашего старца. Который очень сильно хочет, ну, как минимум, чтобы мы ему накинули всяких вкуснях. Будет ли или не будет? Вот это, конечно, самый главный вопрос. Что бы хотелось бы сделать? Естественно, у нас сразиться с Мулан. Очень сильно хотелось бы. Ещё разочек. Может быть, даже парочку разочков. Дедулю, конечно, удовлетворить в его требованиях. Которые он там даёт. Так накинул. Нормально. Ещё резца. Ещё десятый уровень. Я думаю, что можно за день налупашить, если провиант заюзать и ещё юзать провиант, можно налупашить неплохой левел. Очень неплохо подняться по опыту у мудреца. Конечно, нужно выращивать рис. Ну, то есть, нужно всё делать, как говорится, чтобы всё было чики-бампой. Когда наступит день, непонятно. Получается, что не спешить с днём или ночью. Получается, что нужно всё по порядку проходить. Тут у нас рис готовится, а шуба заворачивается. Что у нас с семенами? Семян, ребят, нету. Получается, что семена только у вот этих вот пацанов. Вообще, ребят, там сразу готовые стебля риса выпадают. Прикольно. Ну, пускай готовятся. Я думаю, что мы можем с удовольствием подождать. Без особых проблем. Даже древесина там горит не особо. Вот такие вот дела. Пацаны вообще, ребята, готовы победить всех этих пацанов. Надеюсь, у вас тоже есть чем. И самое главное, желание проходить это всё дело тоже не пропало. Вроде вот так вот. Достись 45 уровня. Урожай. Ну и, конечно же, я так понимаю, что дневная локация у нас тоже откатится. Если мы лупанём это всё дело в откате провиантом. Не знаю. Ну, а пока что... О! Яблоки в карамели. Крутая тема. Пока ждём 21 час 44 минуты для того, чтобы откатилась наша лунная. Ну, а как вернуть нашу, по-моему, дневную или как локацию, тоже почти никак не понятно. Пишите, ребят, комментарии, на каком вы левле, что у вас там. Ну, и интересно увидеть в комментариях, каких высот вы уже успели достичь.